ВИК ТВ 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 Ай! Базар фильтруй, я твой удар вообще не почувствую! Нравится? Маме твоей нравилось! Мы же договорились маму не трогать! Играй роль шерсти! Шерсти? Но у мамы твоей на ногах шерсть! Ну вы же сами сказали! Играй роль! Вот то, что мы мам задеваем, это реально хайпанёт! Всё, давай! Отправляй этот текст бойцам, а то они сами в офисе не поругаются! Всё, понял! Всё, давай! Ага! У твоей мамы... О! Всё, пришли уже? Вы внимания не обращайте! Вы тут просто репетировали! Проходите! Проходите! Держи нас выше, перед кем бы ты бы ни был! Опусти все руки, в миге сам по жизни выпал! Кто-то точит навык, пока ты играешь в игры! Там в битонных джунглях тоже обитают! Тигры! Звёзды бьются в клетки! Трубайцы за кардом! Рубят кэш, как ветки! Составляют карты! За гулисами мутят миллиарды! За гулисами добят авангарды! Я хай! Мы находимся в моём офисе Поп ММА промоушена Киллер файтинг чемпионшип Я глава промоушена Мозг организации И генератор всех идей Арсен Только этот, вы можете полностью название проговаривать, хорошо? А то нас из-за этого чуть не засудили Скоро наш промоушен затмит UFC И тогда Дана Уайт сам лично подойдёт ко мне И скажет Эй брат, дай автограф от души Ну не на русском конечно, а на английском Типа Эй брат, дай автограф от души Я просто ещё учу английский Да Там сценарист подошёл на собеседование Вот резюме его Давай Промоушен растёт Поэтому мы решили нанять второго сценариста Знаю о чём вы подумали Какой у них красивый директор И зачем в поп ММА сценаристы? Ну во-первых, спасибо А во-вторых, конфликты приносят много просмотров А сами бойцы не интересно ругаются Поэтому мы придумываем конфликты за них Может для вас это будет новостью, но во всём поп ММА все конфликты прописаны Да, мы тоже сначала хотели без сценария снимать Но чё-то как-то не получилось Ты чё? Ничё? А ты чё? Ничё с тобой? Ничё? Так, ребят, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Ребят, может нам всё-таки это Слова нужны? Я сам провожу собеседование Потому что я большой мастер интервью Пересмотрел все выпуски Дудя Поэтому Арсен тоже сейчас будет дуть Блиц, я спрошу коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко Конор или Хабиб? Хабиб, наверное Арбуз или дыня? Мама или папа? Что? И финальное, ты дрочишь? Меня зовут Даньяр, окончил юридический А сейчас начинающий сценарист И мечтаю работать в кино Поэтому, думаю, надолго я тут не задержусь Просто без опыта особо не приглашают писать фильмы А деньги нужны Поэтому я тут хоть какой-то опыт Бабки Только шеф у вас какой-то А он будет это смотреть? Да Интересный Не знаю, какой-то он несерьёзный Я же нормально у него спросил Дрочишь или нет? А он Нормально по-мужски взял и сказал Дрочу и всё И сразу доверие есть Короче, я ему сказал до конца дня, решу Взять его или нет Ну, скорее всего, нет Ну, пускай хотя бы Один день на нас бесплатно поработать Это Имра Наш спортивный директор Ну, ответ, это Осторожней с ним окей А то он может И заяву накатать Вы меня когда с Имраном знакомили, точно так же шутили. Арсен, помните тот боец со сломанными ушами? Кет Песов. Ну, который через месяц драться должен был. В общем, он ушел в другой промоушен. Говорит, там платят больше. Мы по контракту должны дать пять боев. Если Кет Песов не выйдет драться, нам придется искать другого бойца. Ну, или мы попадем на крупную сумму. Хорошо. Ты собери всех в конференц-зале. Я сейчас подойду. Ну что, как прошло собеседование? Кого-то пародировал? Дудя, у тебя тоже? Нет. Меня он попросил по силамеру ударить. Выбило больше него. Так я устроилась сюда. Получается, тебя стоит бояться. Да, а то как всего. Боюсь, боюсь. Так, собрались-те. Короче, у нас пропал боец. Так сказать, съебанто на другое промонто. Теперь нам нужен другой боец. Иначе мы попали на большие бабки, и вы остались без работы. Есть предложение, кем заменить Кет Песова? Я готов, босс. Марсель, Тайлунг, Исмаилов. Сценарист промоушена, киллер файкинг чемпионшип. И по совместительству, истинный воин дракона. С корня я хотел быть бойцом, но, к сожалению, вакансия была свободна только на сценариста. Но я вас уверяю, босс точно мне устроит бой. Марсель, когда у нас будут бои умственно отсталых, вот тогда тебя и пригласим. Хорошо? Мы заранее. Все, давай. Вайкрида. Так, еще, еще. Давай. А какой у нас бюджет? Неограниченный. Босс, я придумал. Может, скриптонита позовем? Ты что, какой скриптонит? Это же скриптонит. Он постоянно губнит. Ты как с ним договоришься вообще? Нам нужен тот, кто хотя бы нормально разговаривает. Может, Джейсон Астеттхан позвать? Ну, я его цитаты видел. Он на русском неплохо так разговаривает. Здравствуйте. Меня зовут Имран. Я спортивный директор. Ну, обо мне. Закончил школу с золотой медалью. Потом университет с красным дипломом. Спортом занимался всю жизнь. Ну, потом травму получил, правда. Ну, сейчас зато со всеми работаем в ПОП ММА. А с чем связана травма? Травма? Она связана с головой? Нет, не голова. Почему все постоянно про голову спрашивают, да? Ладно, бюджет ограничен. О, новичок, есть какие-нибудь предложения? Ну, у нас на одном из проектов в контракте было прописано, что мы не можем расторгнуть договор в одностороннем порядке, не сообщив об этом за 30 дней с учи форс-мажора. Ты, слушай, эту тему не переводи, ладно? Лучше бы предложил что-нибудь нормальное. А-а-а, ладно. Есть у меня один козырь в рукаве. Алло? Жека? Да, алло, кто это? Это Арсен. Помнишь, 8 марта возле клуба ВОНГ? Я как-то раз пьян из парковки ночного клуба выезжал и чисто случайно поцарапал чужую машину. А это оказалось машина Жеки Фэйтболи. Ну, я ему от души на Каспий закинул двадцатку. Ну, чисто извинился. Хотя мог бы просто убежать. Он бы все равно меня не догнал. Нет, кто это? Ну, помнишь, ты сказал еще машину купил новую и приехал отметить. А, это тип, который поцарапал мне тачку и хотел с***ться? Да-да-да, помнишь, да? Приятно, приятно. Брат, помнишь, я говорил, что открыл новый промоушен? Ага. Не хочешь у меня подраться? Ты что, конченый? Ну, не бесплатно, конечно же. Ты же... Не-нет, конечно, брат, конечно, я понимаю, да? Ага, ага. Давай, давай. Рассиан, мы же слышали, что он трубку бросил. Ой, а тебя муж бросил. Я же об этом всем не говорю. Это Камила, наш бухгалтер, сестра Арсена. А, так, ладно. Что, у кого еще какие варианты есть? Может, трэшер персонажа пригласим? Ну, там, Олег Монгол, Иришка Чики-Пики. И это еще кто? Офигеть, два миллиона просмотров? Короче, есть звезды, которые стали алкоголиками. А это алкоголики, которые стали звездами. Я тут нашла инфу по их гонорарам. Триста тысяч за один бой. Сколько? Триста. Сколько-сколько? Триста. Как тяжело, а? Ладно, не буду на того шидеть. А главное, знаешь, у меня во дворе этих монголов, ну, что, пятнадцать сидит. Точно. Марсель, поехали. Куда, босс? От соседа у тракториста. Блин, еле выдержал. Поехали, поехали. Привет. Я Зарема, монтажер. Привет, Зарема. Я Даньяр. Хочешь, я тебе на картах Таро погадаю? До тебя тот был парень? Я ему смерть нагадала. Круто. А что с ним стало? Не знаю. Пропал пару месяцев назад. На работу не выходил. Переехал, наверное. Слушай, Зарема, может, как-нибудь потом? Хорошо. Главное, чтобы ты не переехал. Ну что, знакомьтесь. Наша будущая звезда. Я из него лично звезду сделаю. Только этот, Джан, надо будет ему профиль в инсте открыть. Хорошо. Тебя как зовут? Анатолий. Анатолий? А друзья как называют? Толик. Толик. С креативом у твоих друзей, конечно, так себе. Ну ничего, ну и сейчас что-нибудь придумаем. Так, ребят, давайте что-нибудь накидаем. А может, Толя Спрайт? Толя Спрайт? Нет, нам нужно что-то звучное. Может, Толя еще будет? Толя еще будет? Нет. Может, Толян Кальян? Или Анатолий не веселый? Джентолик. Джентолик. Посмотри, Джентолик свободен? Сейчас. Да. Ну что? Ну что, поздравляю, ты теперь у нас джентолик. Хорошо, так, давай теперь начнем айповать. Да? Зачитай какой-нибудь рэп. Рэп же знаешь? Рэп? Не знаю никого рэп. Ну, тогда может быть, тренд какой-нибудь из ТикТока? Из кого? ТикТок, ТикТок. Ну, у тебя даже ТикТока, наверное, нет, да? До сих пор, наверное, в Одноклассниках сидишь. Если честно, трубы горят. Трубы горят? А, ну, как это я сразу не догадался. Сейчас. Как насчет французского коньячка? Это тебе не антифриз какой-нибудь? Он, походу, уснул. Ну и ладно, не трогайте его. Пускай отдохнет. Его, наверное, просто в тепле размазало, вот и все. Что он долго спит? Толик. Толик. Джин Толик. Там кто-то большую коробку выбросил. Походу, от холодильника. А прикиньте, он умер. Так, время смерти 14.27. Забираем. Так, ну, понятно все с вами? А кто у вас здесь главный? Так, ехай, блядь. Мы находимся в моем офисе поп-ММА промоушена киллер файтинг чемпионшип. Я глава промоушена, мозг организации и генератор всех идей. Арсен. Там просто надо с выражением читать. А то как-то неэффектно прям получилось. Да что же за день сегодня такой? Мало того, что нас боец кинул, так теперь на нас еще и дело завести могут. Партнеры точно разорвут с нами контракт. И нас всех уволят. А промоушен закроют. А то мы еще должны останемся. Арсен же никогда мелкий шрифт не читает? А я еще пригласил соперника Кипесо, чтобы ему лично сказать, что по ходу боя не будет. А что теперь с нами будет? А это уже Уголовный кодекс Республики Казахстан. Непреднамеренное убийство. А это мы конфискуем в качестве улики. У нас же нет ничего запрещенного? Да вроде нет. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Да. И чтобы быть в форме, им нужно хорошо кушать. Правильно? Ага. Нам тоже нужно хорошо кушать. Ага. Ну, если хотите спортивное питание, мы можем организовать. У нас как раз один спонсер есть. Ну, там, протеинчик, добавочки всякие. По красоте все сделаем. Ты нас неправильно понял. У вас вон там силомер стоит? Ага. Чтобы он заработал, нужно кинуть туда денежку. Понимаешь меня? Ага. Кажется, понимаю. Я тогда схожу, этот, деньги разменяю, чтобы вы могли бить, сколько захотите. Нет, сядь, сядь. Его можно посадить, как минимум, за тупость. Так, ладно. Пойди и найди кого-нибудь поумнее. Ах, таких больше нет. Да иди уже. Тима, найди мне самого лучшего адвоката, чтобы подешевле, и самое главное, чтобы мог как можно быстрее сюда приехать. Хотя нет, самое главное, чтобы подешевле. А что случилось? Ничего. Просто меня могут посадить. Посадить? Тихо. Камила, позвони маме и скажи, чтобы она меня не искала. Возможно, у меня не будет пару лет. И, скорее всего, я буду в Мексике. Угу. Капец, он убежал. Я даже не понял. Он даже куртку с собой не взял. Он же замерзнет от холода. Главное, ему не останавливаться. Ему всегда тепло будет. Это же кардио. Так, у нас сегодня много дел. Оплатите ложный вызов. Мы сегодня все-таки потратили время. Бензин. Мы еще не обедали, да? Еще не обедали. Да, конечно, только этот... У меня брат в прокуратуре работает. Шабданов, может, слышали? Вот, я сейчас ему позвоню, спрошу, что в таких ситуациях делать. Ты что, свой, что ли? А что сразу не сказал? Походу, первый раз, да, такой ситуации? Ну, не надо никому звонить. Мы с Шабдановым, мы сами порешаем. А Арсена вы найдете? Он так-то из-за вас убежал. Делать нам, нечего пропавших людей искать. А этот, братан, вы, кажется, случайно перепутали и бутылку нашу забрали. Ну, блин, я думаю, что портфель такой тяжелый? А где наш чай, кстати? А у тебя брат реально в прокуратуре работает? Да нет у меня никакого брата. Просто нас с другом однажды гайра остановили за превышение скорости и как-то быстро отпустили, мы сами даже не поняли. А оказывается, мой друг однофамилец генпрокурора. Ну, и с тех пор я понял, что полезно знать фамилии прокуроров. Ну, и друзей тоже. Если Арсен забрал фотку с легендой, то это означает, что он не собирается возвращаться. Ребят, кажется, Арсен звонит. Алло. Добрый день. С вами говорит Иностранец. Арсен, это вы? Не притворяйтесь, вы уже шутили с таким акцентом. Нет, нет, это не Арсен, это доктор Кшиштоф. Хорошо, доктор Кшиштоф, что вы хотели? Не могли бы вы бросить паспорт Арсена в окно? Арсен, все в порядке, правда, вы можете возвращаться. Понятно. Нас уже прослушивают, да? Прослушки так быстро не устанавливают. Да и Даниэр уже уладил ситуацию с полицией. Точно? Я вас когда-нибудь обманывала? Дай, 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 дай. Это Арсен. Раз Джентолик уже не участвует, может, я выйду на бой? Я, короче, выйду под песню Лукманапу. 75-й, 75-й. Вы знаете, да, этот трек. Я как раз 75-й учился. Алло. Сейчас вообще не до этого. Арсен, ты где был? Не важно. Этот, мне сказали, ты решил все вопросы с ментами. Спасибо тебе, Даниэль. Он Даниэр. Ну, значит, я благодарен вообще другому человеку. Вы, этот, давайте, собирайте, что ли. или что у вас дома нету. Давай. Вы еще и мою бутылку отвоевали, что ли? Молодцы. Ну, что, давайте тогда почти минутой молчания нашего Джентолика. Знаете, я его, как сейчас помню, сразу его полюбил. Мы, когда с Марселем его увидели, сразу поняли. Вот он, чемпион нашего промоушена. Знаете, от него сразу повеяло вот этим запахом успеха, что ли. Прощай, Джентолик. это было прекрасно. Ладно. Что ж, давайте тогда поздравим нашего сценариста Данияра с первым рабочим днем. Как прошел мой первый рабочий день? Да это пи***ь просто. И сотрудники все какие-то странные. Ну, почти все. Но зарплата тут хорошая. Тейк, дом моим близко, в принципе. Поэтому думаю, какое-то время здесь поработаю еще. Надеюсь, больше никто не в рядом. Здравствуйте! многие меня спрашивают, в чем секрет самого успешного в мире бойцовского промоушена? Все дело в том, что мы работаем как единый механизм. Хотите в этом убедиться? Тогда новое! Смотрите! Поп ММА! На Би ТВ! Серию! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok